Всем привет! На обзоре блок питания ABF. Расширяется наше рабочее пространство. Будем применять для коммутации грубой нагрузки, а 5-вольтовый выход для контроля тока зарядки. Так что обо всем поподробнее. Всем приятного просмотра! Поставляется в картонной упаковке. Видим название бренда. Из числа основных параметров справа это стандарт вилки, розеток, слева возможные варианты модели. Хороший разброс входного напряжения от 100 до 240 вольт напряжения и с выходным постоянным напряжением до 30 вольт, по факту даже больше, и током до 10 ампер. Для безопасной транспортировки достаточно все хорошо упаковано. В комплекте поставки видим сетевой провод с очень хорошим запасом потока до 16 ампер. Тестовые зажимы. Изоляция зажимов настоящий силикон. Вот сами провода, не такие мягкие. Гарантийный талон. Похоже, здесь производитель спрашивает, хотите ли поднять гарантию до 36 месяцев, то есть на 3 года. Руководство пользователя радует наличие русского языка. Максимально возможный ток коммутации для выхода USB 2 ампера. Также основные технические параметры прибора, еще и на английском языке. Блок питания достаточно компактных размеров. Длина прибора составляет 23 см, ширина 8 см и высота порядка 15 см. В целом достаточно компактный, небольшой вес, но зато хорошая мощность на выходе. На обратной стороне разъем для сетевого провода, есть защитный предохранитель, классический тумблер включения. Учитывая посадочное место под разъем стандарта RS-232, можно гадать о планах компании по созданию программируемых блоков питания. Вентилятор, похоже, размером 6 на 6 см. Для начала заглянем и в начинку прибора. Первым в глаза бросается блок импульсного преобразователя, достаточно большого размера высокочастотный трансформатор, мощных два высоковольтных конденсатора. Блок преобразователя 5-вольтного напряжения, полностью отдельная независимая схема. Есть обозначение версии сборки, также даты релиза. Есть маркировка компонентов, ну и отличная пэка без следов канифолии. Для охлаждения транзисторов немаленьких размеров радиатор, хотя сюда напрашивается радиатор с ребрами, особенно если блок планируется коммутировать в высоких нагрузках, тогда есть смысл приклеить сюда нормальный радиатор, благо для этого есть достаточно свободное место. На передней сборке версия сборки отличается от внутренней и в данной линейке у бренда есть еще модели с более высоким напряжением на выходе, это и 60 вольт и даже на 100 вольт. Основание блока питания это резиновые ножки, есть перфорация для циркуляции воздуха. 8 резиновых кнопок, нет характерного отклика, нажатие валкодер имеет такой характерный шаг, ну и с функцией кнопки. Разъемы для зажимов, есть перфорация по бокам, основная часть корпуса сделана из металла. Первое включение, смотрим достаточно крупный дисплей. Вентилятор работает только первые секунды, который будет автоматически включаться при перегрузке прибора. Дисплей здесь отличается очень высоким качеством, видим отличные углы обзора, практически под прямой угол, как на IPS матрице. Предельно простое управление, с помощью правой кнопки можем регулировать, устанавливать напряжение. И с помощью второй кнопки можем устанавливать ток, настраивать можно с высокой точностью до 1 единицы. Кнопка включения и отключения, управление выходом блока питания, в активном режиме загорается зеленым цветом. M1, M2, M3 это memory, память. В этих ячейках можно записать те основные параметры, которыми будем чаще всего пользоваться. К примеру, для этого сперва выбираем необходимые параметры. И для сохранения этих параметров удерживаем нажатой данную кнопку. Загорается оранжевым цветом и тем самым параметры успешно сохранили. Изменяем параметры и пробуем сохранить их в второй ячейке. Все то же самое, для этого удерживаем кнопку M2. Теперь с любых настроек прибора, когда потребуются наши основные параметры, всего одним нажатием можно переводить прибор в заданные настройки. Очень полезная функция, особенно. Это сохраняет много времени и в большей части продлевает жизнь потенциометра. Есть еще две такие кнопки. Это защита от перегрузки по току. Внизу это защита от перегрузки по напряжению. Можно сказать, чрезвычайно важная функция в блоке питания. Функцию этих кнопок посмотрим чуть далее в ролике. Ну а прежде прошу поддержать развитие канала. Лайком, комментарием и желательно подписаться. После 15 минут прогрева блока питания видим отличные параметры напряжения. На выходе все точь-в-точь, как на индикаторе. Убедимся также в параметрах USB интерфейса. Здесь, как видим, 5,13 вольт. И в зависимости от нагрузки смотрим напряжение не проседает, наоборот поднимается. И, как видим, работает постоянно, независимо от включения и выключения основного выхода. Теперь пробуем на точность и показания по току. Здесь, как видим, тоже почти близкие показания. Проверяем и параметры напряжения под нагрузкой. Тоже почти все точно. Этот блок питания выбирал между брендом Unitrend. У них тоже были похожего типоразмера приборы. Но аргумент в пользу выбора данной модели – это данная строка. Третья строка, которая показывает мощность нагрузки. Что касается защиты от короткого замыкания. В зависимости от установок происходит либо защита по напряжению, либо защита по току. То есть, в конкретно данном случае, при установленном значении тока в 5 Ампер, и нагрузка – это почти нулевое сопротивление между проводами, и, соответственно, ток мог достигать, даже при напряжении в 5 Вольт, более высоких значений. Ну и устройство могло бы выйти из строя. И теперь вместо замыкания тестовых зажимов, вместо короткого замыкания, будем уже подключать такую импровизированную нагрузку, подаем питание, и теперь можем видеть, что не хватает тока. То есть, это уже не сопротивление шума, а сопротивление нагрузки не позволяет протекать больше тока. Физически больше тока при напряжении в 5 Вольт. И здесь, как можем видеть, уже срабатывает защита по ограничению напряжения. На данных разделах можем установить ограничение по току, либо нижний вариант – это ограничение по напряжению. В деле, конечно, с резистивной нагрузкой блок питания справляется на отлично. Сохраняется жизнь нагревательного элемента, в том числе и блока питания. Но что же случится, если будем применять нагрузку для, так сказать, высокочувствительной нагрузки, где исключается ошибка, и светодиод будет нагружаться, минуя резистор, то есть напрямую. Но, зная напряжение светодиода примерно на 3 Вольт, как видим, нормально зажигает, и светодиод как бы не сгорает. И на таком напряжении светодиод потребляет порядка 5 мА тока. Но что же будет, если установить ток ограничения в 2 мА? Пробуем включить, светодиод зажигается, и, как видим, прибор уходит в защиту, то есть отключает выходное питание. И значение на дисплее подсказывает о работе защиты по ограничению тока. Так что это пример хорошей электронной защиты, но даже с такой защитой нельзя исключать выход из строя высокочувствительной нагрузки. Поэтому это лишь пример защиты срабатывания автоматики блока питания. Но насколько он хорош, покажет только время. На блоке питания также есть возможность установить блок. Для этого удерживаем нажатой данную кнопку, и загорается желтый замок. И в таком режиме все кнопки перестают работать, за исключением кнопки включения. На высоких токах видим, отлично держит нагрузку 10 А, и даже не задействована принудительная система охлаждения. Малые токи в миллиамперах тоже показывает, но есть разница 10-12 миллиампер, но такая разница с увеличением токов не суммируется. И даже в более точном режиме измерения миллиамперов на высокоточном мультиметре, все так же разница на 10-12 миллиампер. Но вот по напряжению из числа китайских блоков питания, даже из тех, которые вы могли видеть на нашем канале, показывает значительно более высокую точность и повторяемость. Попробуем взглянуть и на сигнал с помощью осциллографа Райгл. И как видим, 5 вольт постоянного напряжения, но естественно шум от импульсного блока питания все-таки проникает. И по чистоте, конечно, не сравнится с нашим высокоточным блоком питания Райгл, но зато может создать такую мощь, которая превосходит с хорошим запасом, чем даже все три канала вместе взятые. Спасибо за просмотр!